Диакон Виктор Юдин Клирик Прихода Святого Апостола и Евангелиста Матфея Русская Православная Церковь, город Лёвен, Бельгия Доцент Института Иоанна Богослова, город Брюссель, Бельгия Проблема 28-го канона Халкидона – это особый вопрос, и я рад, что среди участников настоящей конференции есть люди, активно пишущие на эту тему. Такая дискуссия могла бы принести значительную научную пользу и способствовать плодотворной работе нашей конференции. У нас совсем немного времени, и коснуться всех вопросов невозможно. Поэтому поступим так. Начнем с самых основ, то есть прочитаем вместе текст канона, а затем остановимся на некоторых важных моментах, которые вызывают у меня наибольшие трудности и требуют рассмотрения. Затем я хотел бы провести небольшое обсуждение сказанного. Перевод 28-го канона, которым мы воспользуемся, это не перевод Таннера из его критического издания, часто цитируемый, а перевод, принадлежащий присутствующему здесь отцу Джону Эриксону. Следуя во всем за определениями святых отцов и признавая прочитанный тут канон 150 боголюбезнейших епископов, бывших в соборе в дни благочестивой памяти Феодосия и царствующем граде Константинополя, Новом Риме, то же самое и мы определяем и постановляем о преимуществах Святейшей Церкви того же Константинополя, Нового Рима. Ибо и престолу Ветхого Рима отцы, как и подобало, дали преимущество, потому что он был царствующим градом. Следуя тому же побуждению, и 150 боголюбезнейших епископов предоставили такие же преимущества Святейшему Престолу Нового Рима, справедливо рассудив, чтобы град, получивший честь быть градом царя и сената, и имеющий равные преимущества с Ветхим Императорским Римом, был бы в соответствии с этим подобно ему возвеличен и в церковных делах, и стал бы вторым после него. И только на этом основании, только лишь митрополиты округов Понтийского, Оссийского и Фракийского, а также и епископы вышеупомянутых округов, находящиеся среди варваров, пусть рукополагаются у этого именно Святейшего Престола, Святейшей Константинопольской Церкви, то есть каждый митрополит вышеназванных округов с епископами этих округов должны поставлять епархиальных епископов, как предписано божественными правилами. А самые митрополиты вышеуказанных округов должны поставляться, как было уже сказано, константинопольским архиепископам после того, как было совершено по обычаю подобающее избрание и представлено архиепископу. Таков этот текст. Надеюсь, вам удалось уследить за моим чтением. Кроме того, я знаю, что большинство из вас имело дело с этим текстом, по крайней мере, отчасти. Мне хотелось бы выделить некоторые моменты для тех, кто, возможно, не обращался к нему в последнее время, а потом мы вернемся к существенным вопросам. Канон состоит из двух частей. Одна — полудогматическая, вторая же носит дисциплинарный характер, будучи основанной на первой. В начале полудогматической части упоминается другой канон, принятый предыдущим Вселенским Собором, вторым Константинопольским Собором, в котором речь идет о преимуществах, предоставляемых Константинопольской Церкви. Имеется и причина, и она выдвинута как в предшествующем, так и в рассматриваемом каноне, заключающаяся в том, что Константинополь — это второй Рим, а первый Рим упоминается как другой Рим. Далее, во второй части дисциплинарный, и это вытекает из содержания первой части, устанавливается, что теперь град Константинополь получает право рукополагать митрополитов, а также и других епископов, в некоторых важных, возможно, более мелких округах, которые здесь перечислены. Это Понт, Осия и Фракия. Затем идет довольно длинное и пресноватое описание того, как это должно осуществляться. Впрочем, этот пассаж представляет интерес лишь для знатоков канонического права. Мы не будем сейчас этого касаться, а сосредоточимся на сути вопроса. В истории Церкви 28-й канон Халкидона вызвал, пожалуй, наибольшие споры. Как это не покажется странным, его история во многих отношениях является историей нелепостей. Например, можно рассудить, что если Константинополь стал вторым Римом, то почему бы Москве не стать третьим? Продолжая в том же духе, мы можем дойти до Брюсселя, Вашингтона, Пекина и так далее. Я хочу донести ту мысль, что терминология 28-го канона не точна и в современной ситуации способна вызвать путаницу. Что касается сопоставления 28-го канона и Константинопольского канона, на который он ссылается, то надо признать, что они тождественны в том смысле, что оба они направлены на признание нового статуса Константинополя. В то же время в 28-м каноне имеются небольшие добавления. Первое состоит в том, что в 28-м каноне речь идет не только о признании Константинополя вторым Римом, но и о признании равенства чести между обеими кафедрами. Тем самым предпринималась попытка полностью уравнять Константинополь с Римом. В отсутствии на Соборе епископа Рима выполнить эту задачу было, конечно, намного проще. Другое важное отличие заключается в том, что Константинопольский канон, хотя и выдвинул Константинополь на второе место вслед за Римом, но не предоставил ему никаких привилегий. У Константинополя не было канонических территорий, в отличие от антиохийского, александрийского и иерусалимского патриархатов. Теперь же в юрисдикцию Константинопольского епископа передавались три диоцеза, причем со вполне определенными правами власти. Так впервые было признано расширение границ Константинопольского патриархата. 28-й канон не был признан Первой Церковью Римской в эпоху Вселенских Соборов, причем Лев Великий резко опротестовал его в многочисленных письмах к патриарху, императору и императрице. На Шестом Вселенском Соборе обсуждалась измененная формулировка 28-го канона, содержавшая аналогичные добавления. Папа в Соборе не участвовал, но присутствовали его легаты. Однако и этот канон, как и многие, или даже большинство канонов Седьмого Вселенского Собора, был отвергнут Римом. Таким образом, ситуация с этим Собором еще более двусмысленная, чем с Халкидоном, на котором сомнение вызвал только один канон. Теперь я хотел бы кратко остановиться на некоторых других спорных моментах, связанных с 28-м каноном. Часть из них неоднократно обсуждалась, но я добавлю к ним еще и новые. Некоторые из этих проблем имеют догматическое значение, другие связаны с техническими и лингвистическими трудностями. Упрощая положение вещей, можно свести дело к вопросу. Если данный канон принят, то кто оказался от этого в выигрыше, а кто в проигрыше? Победители двое. Один фактический, другой — эвентуальный. Фактический победитель — это вселенский патриархат, каким он был в то время, но во многом продолжает оставаться и по сию пору, как сохранивший унаследованные им преимущества. Второй победитель — это, как ни странно, Москва, которая в историческом аспекте претендует на то, чтобы занять место Константинополя, по крайней мере, в те периоды, когда тот потерял свои права царственного града. С некоторой долей иронии я бы охарактеризовал первую позицию как антиохийскую, а вторую как александрийскую. Антиохийскую, потому что в первом случае имеет место прямая буквальная интерпретация. Во втором же случае мы имеем дело с интерпретацией настолько двусмысленно символической и аллегорической, что, следуя ей, можно зайти как угодно далеко. А кто оказался в проигрыше? Во время принятия канона это, разумеется, были такие древние патриархаты, как Антиохия, Александрия и Иерусалим. Ведь все они были перемещены на место ниже, со второго на третье, с третьего на четвертое и так далее. В числе проигравших оказался и Рим, хотя и не столь очевидным образом. да, он сохранил за собой первое место, но все же его положение первой по старшинству кафедры пострадало. Во-первых, Рим был уравнен с Константинополем, во-вторых, как это показал Халкидонский собор, он утратил прерогативу определять статус других церквей. В конечном итоге статус Рима как первого патриархата во многом потерял свое значение. В перспективе к проигравшим следует отнести новых возможных кандидатов на автокефалию и автономию. И здесь следует обратить внимание на вопрос автокефалии церквей диаспоры на Западе, например, в Америке. Если не решить эту проблему, продвигаться вперед будет крайне сложно. Канон вызывает еще одну трудность, достаточно очевидную, хотя на нее мало кто обращал внимания. Трудность эта связана с духовной составляющей, которая в 28-м каноне минимальна. Канон нигде не ссылается хотя бы косвенно на Евангелие, ничего не говорится и о каком-то одном отце церкви того времени. Приводится лишь число таких отцов, что, разумеется, является абстракцией. Христос никогда не прибегал к аргументам такого рода. Невозможно себе представить, чтобы он, например, мог сказать, что Риму должно быть предоставлено первенство чести на том основании, что Рим — это город императора Тиберии. Это, конечно же, полный абсурд. Ноэль Руфье вчера уже приводил в соходном контексте прекрасную цитату из 10-й главы Евангелия от Марка, где говорится, что если хочешь быть первым, нужно быть последним, нужно быть слугой. Здесь же мы определенно имеем дело с противоположной тенденцией. Сейчас я не буду вдаваться в подробности, а просто приведу другие примеры несуразиц, имеющихся в этом контексте. Таких, как, скажем, упоминание Сената как основание для предоставления Константинополю преимуществ. Мы сразу начинаем думать, какой Сенат мог бы предоставить преимущество и, разумеется, не находим такового. Однако уже само упоминание подобного мирского института не укладывается в контекст столь серьезного вопроса. Другой важный момент это роль императора. Вкануне упоминается Феодосий Великий, но только в связи с предыдущим собором. На Халкетонском соборе он отсутствовал. Но мы твердо знаем, что последний византийский император погиб в 1456 году, так что императора у нас сейчас нет. Кто бы мог в наше время выступить в его роли? Обама, Борозу, Путин, Янукович, Лукашенко. Во второй части канона есть еще один важный момент, касающийся распределения церковных областей и варваров. Согласно 28-му канону, в ведение Константинополя попадают все территории, не принадлежащие никакому другому патриархату, в том числе населенные варварами. Спрашивается, кто может быть отнесен к варварам в последующие периоды истории? Французы, бельгийцы, итальянцы, швейцарцы, католики? Или, может быть, американские, голландские и английские протестанты? Или, и того лучше, турецкие, арабские и иранские мусульмане? Можно пойти еще дальше и включить в число варваров китайских и корейских коммунистов. Но тогда, возможно, нам следует отправиться к ним, чтобы прозелитировать и миссионерствовать? Однако никому из кандидатов на главенство подобное и в голову не приходит. Еще одна трудность, и она должна быть рассмотрена на будущем соборе связана с проблемой созыва соборов. Если раньше вселенские соборы созывал император, то кому должна быть предоставлена эта прерогатива в его отсутствие? Католическая церковь находится в более выгодном положении, у них есть Папа. Да, там тоже имеются проблемы в этом вопросе, но все-таки Папа обладает правом созвать собор. В докладе Питера де Мэя мы услышали прекрасный рассказ о том, как начинался Второй Ватиканский собор, как новый Папа в одном из своих первых декретов заявил «Собору быть». И он приложил массу усилий, и собор действительно состоялся, и это был выдающийся собор. На пути было немало трудностей, но собор все же стал реальностью. В православной церкви нет лица, обладающего такими полномочиями, и необходимо искать новые решения в этом вопросе. В заключении я хотел бы сделать кое-какие выводы, и в частности указать на один важный аспект. Я имею в виду принцип экономии, выдающийся православный канонист Вальсамон, стоящий у колыбели сборника правил православной церкви, придерживался исторического подхода к каноническому праву, полагая, что ему свойственно развитие. Важно понимать, что существует два вида канонов. К первому относятся каноны, трактующие догматические вопросы, связанные с доктринами, например, никейский символ веры, представляющие собой формулу вероисповедания. Ко второму виду относятся каноны, касающиеся дисциплины, например, постановление Первого Вселенского Собора, запрещающее перемещение епископов из одной епархии в другую, правило, которое сейчас не применяется ни в одной из православных церквей. Другой пример несуразного в наше время правила запрещение рукополагать в священнике лиц моложе 30 лет. Это важный дисциплинарный канон, но он не сопоставим с другими канонами. Папа Лев Великий хорошо осознавал это отличие, когда, подписав халкидонское вероисповедание, отказался подписать 28-й канон. Очевидно, что 28-й халкидонский канон нельзя отнести к доктринальным, хотя его иногда понимают как таковой. Это скорее дисциплинарный канон, при употреблении которого, в порядке исключения, должен использоваться принцип экономии. Он нуждается в новой формулировке, которая учитывала бы потребности времени. Спасибо.